Здравствуйте, дорогие друзья, канал Теплоресурс, меня зовут Александр. К нам обратился заказчик с проблемами с горячей водой. Сейчас я думаю, что лучше всего, чтобы он сам рассказал эту проблему и послушаем его. Владимир, расскажите, пожалуйста, что вас вообще привело к переделке котельной? Изначально было установлено оборудование, как вы видите, какое. Но единственное, что горячая вода нагревалась относительно температуры, когда выставила на котле для отопления. Поэтому, когда холодно, когда, вернее, теплая погода, котел включенную минимальную, горячая вода имеет такую же температуру 45 градусов, что очень неудобно для мутья, посуды, купания, ванны. Поэтому, ну, или на меня, птица к специалистам, чтобы сделали. То есть, именно в межсезонье были проблемы с горячей водой, что некомфортно. А также, я так понимаю, вы подключали электрический тен, да, иногда? Да, пантыны, 2 киловатта очень, как бы, ударяет по карману при оплате электроэнергии. Летом, когда включаешь тены, включается кондиционер, включаются всякие эти фонтанчики, очень большое расходы. И, как вы поняли, что, в принципе, неправильно работает у него бойлер. Сейчас давайте посмотрим по котельной, что именно, почему такая проблема происходит. И по газке. То есть, у нас идет газовый котел, протерм медведь, старого образца. Два насоса, один резервный, один основной. И вот такая вот коллекторная разводка по этажам отопления. С первого, с третьего этажа, бойлер и теплый пол. На теплый пол сделано смесительный узел. В принципе, все хорошо. Первый этаж чуть-чуть подубавлен, отбалансировано вот такими шаровыми кранами. А на бойлер у нас просто без циркуляционного насоса идет вот такая вот труба подачи и, собственно, труба обратки. И весь теплоноситель, который попадает в систему отопления, он также попадает и в бойлер. И вода в бойлере постоянно подогревается. Вот такую вот схемку, изначальную, какая была у заказчика, я зарисовал. Сейчас вам более подробно покажу. В межсезонье заказчик устанавливал на котле температуру теплоносителя на 45 градусов. И теплоноситель такой температуры доходил до коллектора, откуда отправлялся в радиаторы. Для радиаторов 45 было в межсезонье вполне комфортной температурой. И также попадал в бойлер температурой 45 градусов. В бойлере за счет трубы отопления, за счет змеевика нагревается горячая вода, которая у нас обозначена голубеньким цветом. Так вот, от 45 градусного теплоносителя вода в бойлере нагревалась до 42-43 градусов. И использовать горячую воду было очень-очень некомфортно. Поэтому в межсезонье постоянно приходилось перетыкать, подключать электрический ТЭН. Это было очень неудобно, некомфортно. Также из минусов хотелось отметить, что насос был включен в электрический автомат и работал он 24 на 7. То есть, даже когда котел остывал, он разгонял воду, остывшую теплоноситель, остывшую через радиаторы и через бойлер. Тем самым, иногда выстужая бойлер. Чтобы избежать таких проблем, мы установим циркуляционный насос на загрузку бойлера, питание которого осуществим от газового котла. На котле можно уже будет управлять температурой горячей воды. Также хотелось бы по котельной отметить, что на самом бойлере нигде, вот сейчас встану поудобнее, чтобы было видно, нигде не стоит расширительного бака на горячую воду, что очень-очень плохо. И, кстати, хотелось бы посмотреть, обратить внимание, как здесь тоже интересно, очень сделан теплый пол. О, такой простой схеме, через смесительный узел. И вот так вот, видимо, в те времена, когда делали, либо не особо знали, либо не особо много было коллекторных гроб. И вот так вот из полипропилена спаян коллектор, на него установлены шаровые краны. Видно, что, допустим, в туалете немного подприжат теплый пол, видимо, от того, что контур немного покороче и туда постоянно задавливало. В принципе, это, конечно, тоже не самая лучшая схема, но заказчик доволен, переделывать это не будем, если все работает. У заказчика уже был старый циркуляционный насос, который мы будем использовать на загрузку бойлера. Также вот сейчас идет сборка, обратный клапан, муфты. Все собираем на гель. Установили датчик бойлера, засунули его в гильзу, которая находится в бойлере, и он будет считывать температуру горячей воды и передавать эту информацию на газовый котел. Сейчас подключим еще этот датчик к газовому котлу. Также у нас уже установлен расширительный бак для системы горячего водоснабжения. Этот бак обязательно ставить до безопасности, так как заходящая вода, допустим, при давлении 3 барра и температуре 0 градусов, а вода отбойлера набивается до тех же 60-70-80 градусов, расширяется, ее объем значительно увеличивается, и куда-то эта вода должна деваться. В нашем случае она просто выходила через предохранительный клапан, были частые подтеки, а сейчас вся вода будет компенсироваться вот так расширительным баком. Стоит обратить внимание, что для горячего водоснабжения используются специальные баки, у них чуть повыше рабочее давление, чем бака для систем отопления. Здесь также можно посмотреть, что на входе в Болер стоит обратный клапан, и при расширении опять-таки воды из Болер одеваться будет некуда, и она будет выходить через обратный клапан, если не стоит расширительного бака. А с расширительным баком вся вода попадает в него. Также хотелось обязательно напомнить, что вот сюда вот на подающую линию, которая идет, допустим, к коллектору, обязательно устанавливать клапан обратный, мы его сейчас установим, и питание основного насоса надо запитывать на котел, чтобы по колхозному работа этот насос не работал от розетки, в то время, когда происходит загрузка бойлера, чтобы не происходило конфликта между насосами. Перед монтажом с обратного клапана выдержанную вот такую вот пружинку, чтобы сопротивление наклада не было поменьше. Теперь это так работает. Мы завершили монтаж, исправили эту косячную котельную, исправили эту косячную загрузку бойлера. Сейчас давайте я немного расскажу вам, как все это работает, и как мы настроились, чтобы было правильно, чтобы расход электричества был меньше, чтобы основная масса, она бралась с газа, чтобы нагрев бойлера был быстрее. А это схема системы отопления после монтажа нами. Давайте, наверное, начнем с основного. Установили НТЦ-датчик в бойлере, который читает температуру горячей воды в бойлере. И когда этот датчик определяет падение температуры в бойлере, он передает информацию на котел. Котел включается на самую большую мощность и нагревает температуру теплоносителя до температуры 85 градусов. Также котел включает вот этот циркуляционный насос, и отключает вот этот циркуляционный насос. Соответственно, этот насос вытягивает вот таким вот путем теплоноситель, который попадает в бойлер и тем самым нагревает горячую воду до необходимых нам 70-65 градусов. И вот таким вот путем возвращается обратно в котел. По достижении необходимой температуры котел у нас отключает вот этот насос и включает вот этот насос. Продолжая работать на систему отопления уже в заданном диапазоне. В межсезонье это было у заказчика 45 градусов. Собственно, вот таким путем уже по системе отопления у нас начинает циркулировать теплоноситель. Хотелось бы обратить внимание на клапана обратные, что обязательно надо устанавливать обратные клапана, иначе вот этот насос начнет высасывать у нас вот отсюда теплоноситель из радиаторов, либо вот этот насос вот таким вот путем у нас начнет высасывать теплоноситель из бойлера. С клапанами же такого не произойдет. И также обязательно питание обоих насосов осуществлять от котла. В сам бойлер у нас установлен специальный датчик. Чуть ранее видео я показывал, как мы монтировали его. Этот датчик считывает температуру горячей воды в бойлере и передает ее на котел. Вот сейчас можно посмотреть текущую температуру горячей воды в бойлере. Сейчас она 48. И активно работает котел на нагрев бойлера, так как заданная температура у нас 56 градусов. В момент нагрева бойлера у нас отключается общекотловой насос. Это вот тот вот насос. Он отключается и включается насос на загрузку бойлера. Собственно, теплоноситель с подачи у нас вот таким вот образом поступает в бойлер. Вот здесь вот взамен старого сделан у нас горячий теплоноситель. Нагревает змеевик и от змеевика нагревается горячая вода для водоснабжения. Когда вода достигает необходимой температуры, давайте сымитируем эту ситуацию. И сейчас я поставлю температуру ГВС на 48. Как у нас есть. Все. В этом случае у нас выключается насос на загрузку бойлера и включается общекотловой насос вот этот, который разгоняет у нас, собственно, все остатки тепла по этажам. Сейчас еще раз сымитирую включение бойлера. Сейчас у нас температура в бойлере 48 градусов. И давайте поставим чуть повыше. Вот у нас сейчас стоит 48 и заданное 48. Ставим 52. И что у нас происходит? У нас отключается вот этот насос, общекотловой, и включается насос на загрузку бойлера. И пошла у нас, собственно, загрузка бойлера вот таким путем. Обязательно питание обоих насосов должно быть запито на котел. И обязательно должны быть установлены клапаны обратным. Это либо до, либо перед насосом на загрузку бойлера. И также обратный клапан устанавливается перед коллектором отопления, чтобы у нас вот этот насос, вот этот насос не забирал теплоноситель с общего коллектора. То есть вот отсюда, вот таким вот образом, чтобы он не забирал. А чтобы забирал теплоноситель только горячий с системы отопления, с самого газового котла. Хотелось бы обратить внимание, что у всех напольных газовых котлов, одноконтурных, есть возможность подключения бойлера косвенного нагрева. И как вот здесь у нас на схеме, у них у всех есть возможность для подключения датчика бойлера, либо НТЦ датчика. То есть вот они, разъемы 3 и 4. Также для насоса, насос нагрева бойлера, то есть это, который идет на загрузку, которую мы дополнительно установили. И отопительный насос точно так же можно подключать в этот котел, что и рекомендуется делать. Давайте поговорим о плюсах данной системы, в отличие от того колхоза, что был смонтирован ранее. Теперь общим циркуляционным насосом для системы отопления управляет котел. И в случае, когда у вас переходный период с лета на зиму, либо с зимы на лето, вам не приходится включать и выключать этот циркуляционный насос руками, а просто при выключении котла выключится насос. Это очень удобно, так как у вас голова будет более свободная. Даже без использования бойлера всегда рекомендую запитывать, если у вас один циркуляционный насос в системе, запитывать его напрямую в котел, а не в автомат, как это делают многие. Я считаю, это очень неправильно. Следующий плюс от удобства использования этой системы. Теперь при переходе на полностью летний режим не понадобится на коллекторе отопление закрывать все контура, чтобы вода попадала только в бойлер. В этом случае у нас просто не будет работать циркуляционный насос на отопление и будет работать только на загрузку бойлера. Это очень удобно, так как у вас, особенно в переходные периоды, несколько раз вы мечетесь, то закрываете, то открываете коллектор отопления. Ну и несомненный плюс, это будет меньше финансовых затрат, так как количество энергии, электричества и газа необходимо одинаковое для нагрева, бойлера косвенного нагрева, но единственная стоимость газа у нас значительно дешевле. Надеюсь, это было вам понятно, и я думаю, что никто не будет допускать таких косяков и ошибок при монтаже системы отопления и делать так, как сделано было раньше у заказчика, обвязывать таким вот примитивным, простым способом более. Это в принципе недопустимо и в межсезонье не работает. Ребят, всем спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете вообще об этой системе в комментарии. Ставьте лайки. До свидания.